Прежде чем перейти к основной повестке, Андрей Иванов напомнил, что с 1 сентября продовольственные сети Подмосковья запустили систему скидок для льготных категорий граждан. Предоставляется она в размере 5% по социальным картам и пенсионным удостоверениям и уже действует на территории Одинцовского района. Инспекция основных торговых точек показала, что информационная работа налажена далеко не во всех магазинах. Работу мы должны докрутить и дожать до максимального оповещения граждан, сами лично в нее встроиться, проверить, отконтролировать и отчитаться перед губернатором, что социальная карта на территории Одинцовского района работает на 100%. Главный архитектор района Кирилл Завражин выступил с докладом по благоустройству центральных улиц поселений, в том числе изменению рекламных вывесок. Их нужно будет провести под единый стандарт в соответствии с новой концепцией. Положительный пример благоустройства своей территории показала Голицына. Город Голицына недавно отметил свой день города и это было вдвойне приятно, потому что еще было реализовано несколько важных для города проектов. Это детские площадки, привокзальная площадь и сквер возле поликлиники. Пример Голицына показал, что можно, так скажем, даже зону отчуждения приводить в порядок. Важная тема, на которой подробно остановились на совещании – подготовка района к зимнему отопительному сезону. Также до 1 октября все поселения должны получить паспорта готовности. Состояние жилого фонда будет жестко контролироваться Ростехнадзором. Никто не будет почивать на лаврах, успокаиваться подписанными паспортами готовности. Я вас уверяю, что найдутся у нас с вами работники, которые отработали по принципу «все точно не проверят». По закону подлости придут именно туда, где к этому так отнеслись. У нас огромное количество домов, и мы должны войти в зиму с вами совершенно уверены в том, что у нас не будет проблем. Дмитрий Ольховик доложил о состоянии детских игровых площадок района. Их инспекция проводилась по поручению Андрея Иванова после несчастного случая в Больших Веземах, где на голову у ребенка упала часть игровой конструкции. Всего проверили 200 площадок. Большинство из них, по словам Ольховика, вызывают нарекания. Провалившиеся песочницы, сломанные скамейки и игровые конструкции, отсутствие ограждений и освещения, порванное покрытие. Такую картину можно увидеть в любом из поселений. Содержание этих детских игровых площадок на безопасном уровне является основной нашей с вами задачей. В каком бы они состоянии ни были. Как сказал Жан Дрюрович, если эти площадки представляют угрозу, их нужно банально демонтировать, закладывать эти адреса на следующий год в бюджет в рамках тех же самых 10% территории благоустройства дворов, анонсировать это жителям. В ходе встречи Андрей Иванов поставил перед главами задачу полностью исключить детский травматизм на игровых площадках, а также адаптировать их под детей с ограниченными возможностями. Заключительный вопрос совещания касался проведения масштабной областной акции «Наш лес, посади свое дерево». Она пройдет в Подмосковье 12 сентября. В Одинцовском районе главные события – развернуться на участке в поселке Савинская-Слобода. Здесь появится 11 тысяч саженцев сосны. И на территории возле гостиницы «Олимпиец». Силами людей с ограниченными возможностями и волонтеров здесь высадят аллею безбарьерной среды. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова